20 минут о красивой жизни в красивом городе это блюти тайна 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула мы продолжаем следить за участницами второго сезона проекта модель x плюс напомню девушки с пышными формами изучают индивидуальный современный стиль изучает его на практике и в теории о том как прошла эта неделя смотрите прямо сейчас как часто мы совершаем необдуманные покупки в состоянии эмоционального подъема мы девушки часто покупаем платье в котором некуда ходить шляпку которая ни с чем не сочетается не говоря уже о туфельках в которых жалко выходить из дома это были каблуки я очень люблю каблуки но у меня некоторые проблемы есть я не могу их носить вот мне очень хочется как любой женщине поэтому да бывало что я их приобретала но не могла носить я купила шпильку выше 12 сантиметров естественно я на ней ходить не смогла у меня есть которые красивые удобные это нужно все-таки взять обувь которую будешь носить они знаете как говорят что удобно только сидеть да не чем ну это наверное у всех женщин туфли скорее всего но я в основном покупаю себе туфли которые мне удобно я их сразу одеваю и у меня нет проблем таких классику стараемся брать вот классика самая лучшая лекция от обувного байера ольги ермаковой для участниц проекта модель x плюс была посвящена итальянскому производству как рождается смелый дизайн и узнаваемый стиль что обычно вкладывают в понятие безупречное качество обувь это очень важно и очень важны материалы из которых она сделана и важно конечно как она сделана каким клеем на каком оборудовании какими руками так повелось что ну никто не может сделать обувь лучше чем питается не надо покупать какие-то однодневные тренды которые через полгода выйдут из моды и все ты не оденешь а классика вот старая добрая классика она конечно всегда нужна актуальной первые модные практики давались девушкам не просто выйти из привычных рамок и попробовать на себе смелые образы некоторым было очень сложно мы прошли фазу отторжения фазу сомнений девушки все более смелые они готовы к модным экспериментам каждый раз модная практика заканчивается для них новыми открытиями в этом и суть проекта мы-то организаторы знали самого начала что так оно и будет но теперь девушки понимают это самостоятельно надеюсь это будет им полезной практикой в дальнейшей жизни задание для конкурсанток сегодня соединить в одном стильном образе одежду обувь и аксессуары главное чтобы был складывался образ сейчас это очень актуально то есть капсула такая то есть сумка обувь курточка блузочка и это будет стильно чтобы все гармонировало чтобы все сочеталось вы знаете я себя чувствую принцессой все девочки смотрят и говорят такие вот чудесные сережки мне такой образ подобрали я безумно благодарна конечно вот что знакомство произошло с итальянской образ шикарный мне очень нравится в последневной жизни бы ну вот сама бы я такой образ себе не подобрала но сейчас понимаю что мне он нравится и я чувствую себя в нем прекрасно мне очень нравится я такая яркая молодежная мне очень нравится здесь такая атмосфера в магазине ольга александровна владельца такая милая приятная и такая вся комфортная атмосфера здесь и вещи такие очень интересные и приятные и милые я думаю что я его обязательно нужно сносить мне даже плюс 17 мне нравится образ который я выбрала в этом магазине сегодня очень хороший образ я сегодня классическая дама очень красиво очень попал настроение а весенний образ элегантный европейский вот я даже его приобрету очень нравится сарафан который мне подобрали он под все подходит днем на работу можно пройти в принципе и куда-то можно любую обувь под него тоже можно подобрать я даже могу его сочетать с своими любимыми кроссовками второй сезон проекта модель x плюс близок завершению девятнадцатого марта у нас финал у девушек будет выпускной они покажут чему они научились у них будет дефиле в количестве пяти комплектов одежды они будут показывать но мы уже имидж клуб светлана уже начал запись на следующий третий сезон открыто бронирование мест и я всем женщинам которые смотрят программу beauty time рекомендую забронировать место себе вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно нравится себе и окружающим специально для вас имидж клуб светлана объявляет набор в проект модель x плюс подробности по телефону двести шестьдесят три пятьдесят семь тридцать семь для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по волнам для первых на поворотах и первых на виражах махва первые для первых медиарт утонченная классика медиарт безупречный силуэт женственность главный модный тренд медиарт это платье вашей мечты медиарт гарантия восторженных взглядов фраза любить нельзя воспитывать хорошо знакома тем кто следит за деятельностью димы зицера популярный педагог и психолог приезжал с мастер-классом в челябинку но и уделил несколько минут для интервью beauty time если в первые годы жизни дети это сплошная радость то в школьном возрасте сплошные проблемы не хотелось бы утрировать и обобщать но доля правды в этом все же есть и пожалуй больше всего вопросов на лекции димы зицера было на тему из жизни школьника сегодня много вопросов было вот дети делают я не знаю домашние задания портят нам отношения и так далее спросите учителей зачем они делают домашние задания узнать нельзя ли как-нибудь иначе без этого можно все можно про все надо разговаривать помните о том что это наши самые любимые люди самые близкие люди что их никто не защитит кроме нас я не имею ввиду сейчас защитит то есть мы пойдем на войну со школой нет 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 есть прекрасные учителя и в челябинске я уверен есть прекрасные учителя который удовольствием идут на диалогы задают вопросы и еще ответы одном из лучших законов образования в мире российском законе образования прописано что родители не просто имеют право взаимодействия системы она практически должны там не написано но мы этого не делаем вообще сформулировать зачем ребенок идет в школу если мы чего-то не понимаем помнить о том что этот вопрос нужно нужно и можно задавать учителям мы должны это делать вспомнить о том что родительские собрания собрания родителей на которых мы задаем вопросы, а не сидим и ждем, пока нас поругают и так далее. И чтобы диалог с системой оказался конструктивным, для начала стоит самим настроиться на волну искренности и любви. Все так сложно и в то же время до гениальности просто. Вообще правду, как сказал один литературный герой, говорить легко и приятно. И в этот момент, если сесть с ребенком и сказать, «Слушай, ты мне так дорог, я тебя так люблю, ты меня прости, если что не так». Я очень-очень постараюсь. Ты мне скажи, если тебе окажешь, я в чем-то ошибаюсь. Нет ребенка, ну может быть есть, но может быть какой-то один процент, который в этот момент не пожмет эту протянутую руку. Мы-то в этот момент стараемся изо всех сил не быть людьми и сделать вид, что мы очень сильные, и что мы точно знаем, как надо, и что мама не может ошибаться. И тогда это вызывает прямо противо. Ах, ты не можешь ошибаться, так и я в 15 лет тогда не могу ошибаться. А если я вижу перед собой маму или папу, переживающие, сомневающиеся родители, я не знаю, да, признающие ошибки родителей, это рождает человеческие отношения. И не надо бояться в этот момент, что ребенок распустится и сядет на голову. Ничего подобного. Ребенок в этот момент поймет, что его родители живые, что у родителей можно просить помощи, что можно признавать ошибки, что можно быть слабым с близкими людьми. Понятно, что мы разные, и время разное. Но мне кажется, что надо помнить хорошо об этом, помнить о том, что мы разные, помнить о том, что им очень нужна наша помощь. И стараться все-таки сделать их жизнь лучше, комфортнее, интереснее, а не хуже, сложнее. Как-то так сложилось исторически, что современные дети и их родители много чего друг другу должны. Должны оправдывать ожидания, делать уроки до ночи, быть записанными во все кружки и во всем быть, по крайней мере, не хуже остальных. И если вас накрыла эта волна общественного мнения, пора задуматься вот о чем. Если мы с вами помним, что на нас давят, мне кажется, что это половина освобождения. То есть, если я проверяю себя время от времени, правда, я сейчас так себя веду, потому что хочу так себя вести, или потому что на меня давит, не знаю, телек, да, или газета, или лекция чья-то, и так далее. Я почему это делаю? Или потому что мне... Ну, в кайф, извините, еще раз это произнесу. Мне кажется, очень важно, чтобы было в кайфе. Мне кажется, что при всем этом давлении, ну, это же, слушай, детство же уходит у них, которое не вернется. Ты второй раз не увидишь эту девочку или мальчика своих детей, которые проходят эту точку. Ну, это же так жалко. Вы вспомнили классика Толстого, который сказал, «Каждая несчастная семья несчастна по-своему». Никому не говорите, но мне кажется, Толстой очень серьезно ошибся. Несчастные семьи, несчастные довольно похожи. А вот счастливые счастливы по-разному. И каждый раз задавать себе вопрос в том, слушай, а почему... В чем счастье того, что я живу с этим человеком? Ребенка, я имею в виду. Не только ребенка, мужа, жену. Любимым. Он такой, он яркий. Как сегодня я прожил свой день для того, чтобы вот этот кайф словить. Вот и все. Вы смотрите Beauty Time. Программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Это событие красиво со всех сторон. Но где еще в таком количестве собираются дамы в бальных платьях и мужчины все, как один в костюмах? Ежегодный балл «Маскарад» с каждым разом становится еще более многочисленным. Наш проект можно назвать уникальным, потому что такого формата балл проходит только у нас, только здесь. Здесь мы и о этикете, и о том, как мужчина ведет себя с женщиной, как женщина ведет себя с мужчиной. Мы заявили тематику Голливуд, то есть у нас реконструкция исторических танцев, и мы захватили немножко начало 20 века за рождение кинематографа. Впервые я был в прошлом году, и мне настолько он впечатлил и очень-очень много эмоций дал, что я с огромным удовольствием решил прийти и в этом году. Я всегда хотела поучаствовать в каком-то таком большом празднике, почувствовать себя, наверное, не в нашей эпохе, а в 18-19 веке. Я испытываю восторг, радость от того, что я здесь нахожусь в таком красивом месте, в окружении красивых нарядов, дам, в красивых платьях, в украшениях. Это невероятное на самом деле событие. Это именно вот то, чего, наверное, нашему городу не хватает. Уникальность этого бала прежде всего в том, что здесь нет зрителей и артистов. Все танцы исполняют сами гости, которые учились этому заранее, посещая специальные мастер-классы. Мы начали подготовку еще за полгода, в октябре месяце. Начали с подготовительных мастер-классов исторического танца. И, собственно, этот день настал. Репетиции у нас начались заранее. Это был ноябрь или декабрь, насколько я помню. И она в ходе репетиций так четко ставила нам задачи, что мы начинали танцевать буквально с первых шагов. Мы посещали с супругом несколько мастер-классов, но, к сожалению, не удалось посетить все в полном объеме. Наверное, два-три мастер-класса мы посетили. Как и в сказке про Золушку, на бал пускают только в длинных нарядных платьях, которые так редко бывают востребованы на большинстве современных вечеринках. У нас единственное требование – это платье полной длины для девушек. Но здесь каждый человек включает свою фантазию. Мой образ – это образ Марии Антонетты, королевы Франции. Мой образ сегодня – это и восточный, да, определенный колорит, и Голливуд в том числе. Мы выбрали как организаторы бархат, потому что бархат – это роскошь, это очень красиво. Не хотелось сильно уходить в какую-то, наверное, в такую эпоху давнюю, чтобы что-то смиксовать с теми временами и с современностью. В жизни же нельзя так ходить, правильно? А здесь на балу можно похулиганить. Ну и вот мы хулиганим. Частью дресс-кода этого вечера являются маски. Они создают интригу и какой-то особый колорит. Со стороны все похоже на съемки исторического фильма. Внутри этого действа атмосфера флирта, веселья и увлекательной игры. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Подробности в группах конкурс «Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном кардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате ноу-комманд до завершения выпуска. Первый финал 2020 года. Конечно же, не последний, очень интересный. Я на самом деле хочу сказать, что это самая мощная битва блогеров Челябинска! Челябинск! Челябинск! Сейчас дам храный лог Senhor тайн хранится в пределах следующих скитерах Ремонт! Сог доложи ряд по Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем ютуб канале в инстаграм и контакте Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте в курсе А на этом выпуск завершен, до встречи Наши стильные партнеры Image Studio Елены Ивановой Отелье «Модный дом. Я» Субтитры сделал DimaTorzok